Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Мадонна со святыми. Алтарь Сан-Джобе. Джованни Джамбеллино Беллини. 1488 год. Дерево-масло 471 на 292. Джованни Беллини величайший венецианских мастер 15-го столетия. Начал писать около 1449 года, а уже через 10 лет стал во главе крупной мастерской. Ко времени, когда был создан алтарь для церкви Сан-Джобе святого Иова, его манера письма была уже сформировавшейся. Подожди высокого трона, на котором торжественно восседает Мадонна с младенцем, благословляющей пришедших поклонницей ей. Музицирующей ангелой святой Иов считался одним из покровителей музыки. Их одеяния небесно-голубые, солнечно-желтые, цвета сочной зелени отблескивают драгоценными переливами движения, извлекающие небесные звуки, полные изящной гармонии и создают виртуальную окружность. Ее линии отзвуком расширяются до периферии огромной доски, вторящей круглой розой над головой Мадонны и вместе с сабрисом свода апсиды и балдахина звучат уже мощным аккордом. Фигуры выполнены в натуральную величину. Беллини расположил двух обнаженных святых Джобе и Себастьяна по флангам трона Марии, рядом с ними святых Иоанна Крестителя, Доминика и Людовика Тулузского. Архитектура и декор апсиды, покрытый золотой смальтой, напоминает собор Сан-Марко. На золотом фоне явно читаются слова «Авы чистый цветок, девственного целомудрия». Композиция была заказана художником церковью Сан-Джобе и Сан-Бернандино, что в Кунаредже. Полагает, что это было связано с Чумным мором 1478 года. Ну вот так вкратце о работе Джованни Джамбеллино Беллини «Мадонна со святыми. Алтарь Сан-Джобе» 1488 года. Год данные я брал из книги «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.